Привет! Эээ, отриборно! На одном из моих последних стримов мой подписчик Gatsby через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик у Джошиза. Это у нас очередной видосик ностальгирующего критика, который называется Ёж, Соник, Ова 2018 года. Не знаю, что там за Ова в 2018 году по Сонику выходила, если честно, прям вообще не шарю. Но Соника я люблю, поэтому будет интересненько узнать и что за мульт, и про мнение критика, и может быть сам даже когда-нибудь посмотрю. Но прежде чем начать это делать, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на вас, на индекс, на группу вконтакте, ссылочки все будут в описании. Теперь погнали посмотрим видосик, думаю будет что-то интересненькое. Поехали! Заставка, блин, классная у него. Хеллоооу! Чё это значит такое? Культовый персонаж Sega Genesis получил в 90-е не только хитовые игры, но и два успешных сериала. Успешных? Вот эти были успешные сериалы, по-моему, Sonic X. Успешные, про эти я ничего сказать не могу. Типа я где-то видел всякие отрывочки по нему, но никогда не смотрел хотя бы одну серию. Блин, Тейлс какой-то коричневый. Так, ладно, время зачем? Это как если бы одновременно крутили мультсериал про Бэтмена из 90-х и сериал из 60-х. Да, это как-то немного странно. Зачем? Это было странно, но клёво. Но с годами Соник постепенно сдавал позиции и... Как в смысле сдавал? Нет, Соник до сих пор купляет. ...и получались корявыми и с корявыми сюжетами. Что, вы не хотели видеть Соника оборотнем или... В смысле, по-моему, игра, где был Соник оборотень, говорят, самая крутая, разумеется? Выучимся с принцессой из Final Fantasy? О, некоторые хотели. Кто? Покажите мне пальцем. Я на самом деле даже представить не мог, чтобы Соник целовался с какой-то... ...женщиной. Ну, человеческой. И я вновь вынужден сказать, что в видео не будет кадров с Девиант Арт. Что за Девиант Арт? С чего мне вдруг пришли 10 писем с раздутыми Сониками? Что? Несмотря на это, а может... Ну, Девиант Арт, это, видимо, какой-то сайт, где какие-то арты выкладывают, наверное, да? В связи этого, фан-база Соника в интернете очень разрослась. Её репутация... Странная, мягко говоря. Ну, то, что я чего-то не понимаю, ещё не делает это плохим. Согласен тоже, что в интернете встречаются и более странные вещи. Явно уверен в этом. Мои тупони, как минимум, явно в стране. Но почему-то мне так кажется, я, конечно, не претендую на истину. Ха-ха-ха-ха-ха! Да кто там? Фанаты Соника негодуют, что ли, или чё? Почему лучше не гуглить Ка из книги джунглей? Я не понимаю. О, Боже! Ха-ха-ха-ха! Покажи, я хочу посмотреть! Так, мы отошли от темы. Да в смысле, я хочу посмотреть! В общем, мы негодами просили... Соник Эндр Граунд. Сделать обзор мультфильмов по Сонику. Но я смотрел только мультсериал Соник Супер Ёжик. Я почти не смотрел новых сериалов. Блин, Соник новый. В 2003 году, по-моему, или какого там. Но Соник Х прям очень классный. Я, правда, его не до конца смотрел, но, как минимум, думаю, сезон я смотрел точно полностью. Почти не играл в новые игры после этого. Но мне сказали, что есть фильм по Сонику. Ок, ну-ка, давай. Ха-ха-ха! Подожди, какой не этот, сука? Играл в новые игры после этого. Но мне сказали, что есть фильм по Сонику. Ну-ка. Япония, США. Что? А что за фильм? Ну-ка. Ага, жанр. А что за фильм? Первый раз вообще вижу про этот фильм. Нет, не этот. А, подожди, Джим Керри! Ладно, тогда понял, а почему Япония? В 2019 году, в смысле, подождите, первый Соник так давно вышел? Второй его три года назад только появился. Ха-ха-ха! Точнее, спустя три года появился. И не этот. А что такое было? Тоже, хотя слышал, лесной стрелок в нем очень хорош. Что за лесной стрелок? Я говорю про аниме Ова. Так. Вот это вот вышло в 2018 году. Такая острада, какая-то графика. Ну, имеется в виду, ну, слово. Почему оно так стрёмно нарисовано, как будто год 2001. Вышедший в Японии. Тут, 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 тут рисовка такая же, как он фига. А, в 1996 он был выпущен в Бамерике в 1999. Хотя он не длился даже часа, в рекламе его называли никак иначе, как Ёжик Соник. А, фиг ты, я глупый, нафиг. 2018 год, в 2018 году вышел этот видос у Критика. Господи, какой отормус флаг. Соник фильм. Наверное, это считается. Привлек ли он новых поклонников? Угадил ли он верным фанатам? Есть ли в нем место моему фан-персонажу на Соник Критику? А-а-а-а, что такое есть? Ха-ха-ха-ха-ха. А чем я хуже? Давайте же взглянем на Ова Ёж Соник фильм. Давай. Ова Ёж Соник. Ха-ха-ха-ха. Блин, что? Да, кстати, я тоже такой, а где? Я хотел только напеть. Хотя актуальней был бы вариант. Ах ты, зероза. Почему? Во время титров мы видим Metal Sonic, которого создал доктор Уайли. Почему Уайли? В смысле, Эггмон? Сработник. Ну или работник, да. То есть, короче, доктор Уайли. Да с какого хрена его так-то звали? Я вообще никогда об этом не слышал. Ну, я не фанат, поэтому не знаю, наверное. Тот же самый Мегамэн, только с Фури. Подумайте сами. Маленький зинний герой мешает тусатому учёному и его роботам. Ещё есть пёс, девочка и груда. Подожди, он не пёс, явно он лис. А чё это за игры? А, это Мегамэн. А, я не туда смотрю. Sonic the Hedgehog. Чё-то как-то мало, здесь всего 4 игры, а Мегамэн в бой. Вы смеё... Почему ненависток-то чё? Нет. А я вот рассуждаю. Ладно. Соник прибывает в... Что за фигня? ...загруженном месте. Да, это какая-то свалка. Где Тейлз, его сайдкик, он же ребёнок, он же взрослый, он же фикшн, собирается с... А чё такое фикшн? Ты не хочешь попробовать? Нет, сейчас, спасибо. Чё-то какой-то странный голос Соника. Уверен, многие из вас считали его ребёнком. Да, а разве не ребёнок? Позвольте прояснить, ничего не объяснив. Так. В смысле вообще ничего, никого тут не представляют. Мы за... Да потому что мы и так все знаем, кто такие Тейлз и Соник. Они должны знать, кто из кто, и что они из себя представляют. Ну, потому что же это Ова. Насколько я знаю, Ова это типа... О, отвлетление от сериала. Разве нет? Чё это... О, чё это за сова? Это так ты его воспитывал, что ли? Ну, это, по крайней мере, по фильму какая-то сова его воспитывала. Я не знаю, истинный лор. Нет, вообще, это какой-то старик, это мужик, что... Ха-ха-ха, кто это? Ну, то есть учёные Филина и ракетные корабля, очевидно, не нуждаются в пояснениях. Вообще капец. Вы хотя бы могли их представить в стиле Луни-чунс. Даже такая мелочь была бы, кстати. Соник, франшизикус, недотёпус. Почему? Тейлз, тупица в опасности. В смысле, тупица, сон, по-моему, самым умный, разве нет? Он просто их разбил, какого хрена? По-моему, это явно им не поможет. О, я думал, он будет длиннее. Неплохо. Нет, Соник спасает их обоих, и Филин-учёный говорит Сонику, что нужна его помощь. Так, ты только что сломал мне, конечно, мой летающий аппарат, но помоги мне, пожалуйста, ещё раз. Почему мне кажется, что голос Филина не подобрали прямо в день записи? Будешь озвучивать Филина-учёного, пошёл. Ну я же просто курьер. Теперь закрёра звучание. Запись. Эм, привет. Кстати, там очень реально пусто. Соник, я Филин. Тебе не впервой? Клеваться в жизненном пути, да. Ха-ха-ха-ха. Хорош. Нас с ними замедлительно ждут в Президентском дворце, ладно. А у нас вообще есть телефоны? Но у нас нет одежды, которая прикрывала бы гениталии. А у них и гениталии нет, поэтому им нормально, не переживай. Так мы что, просто продвинутые нудисты? Продвинутые, потому что в ботинках ходим? Либо Президент, спившийся Тедди Рузер... Какой-то странный президент. Либо работник захватил власть. Всем привет! Привет работник! Похоже работник схватил Президента и его дочь. Обычно это происходит в третьем акте фильма, а не в первые пару минут. Почему в третьем акте? Зачем? Конфликт происходит в самом конце? Как-то немного странно, разве нет? Ааа, так он схватил Президента только, чтобы привлечь внимание. Сонику, походу, плевать на его чувства. В общем-то, я недалеко. А почему ему должно не плевать, если он постоянно их строит против него? Так от истины, работнику нужна помощь, потому что его робоверсия захватила его логово и энергогенератор необходимо остановить, пока весь мир не взорвался. Так он же все равно хочет постоянно миру навредить каким-то образом. Зачем тебе ему помогать? Нашему сволочному герою? Произойдет как раз то, что он хочет. Плевать. Действительно, ты как бы герой, иди мир засыщай. Бам. Не смело, что они приютили дислексичные звуковые эффекты из Бэтмена. Серьезно, вот у меня прям такие же были? Вскоре мы понимаем, что все в этой вселенной те еще кадры. И папой? Ну нифига себе ты, конечно. Пожалуйста, сделай это ради нас с тобой. Что? Что? Какая она конченная, ты чё? Это она... Чё она какая странная? В смысле ей... Ну и, конечно, дочку, блин, папу воспитал. Во-первых, ну и сучара же ты. Да, вот и я тоже нахренела. Король, теперь вы в отношениях? Похоже, было в играх. Вышло... Так себе. Я пытаюсь преодолеть... Мрачный период своей жизни. Соник соглашается ради... Так. ...неясных, ненормальных отношений с Сарой. И работник дает Тейлзу часы, которые укажут дорогу. Ммм... Часы, блин, с усами. Зачем? Хе-хе. Что за фигель? А ты сам не можешь сказать, куда просто идти? И мы пошли. Зачем мне эти часы нужны? Не благодари. Просто высморкайся. Звучишь, как ребенок из Симпсонов с насморком. Угу... К... Он как будто там... Эт, голос... Прокуренный какой-то... Да... Блин, такие тупые диалоги, такая тупая музыка... Что это за говно, простите меня, пожалуйста. Это, наверное, самая анимешная подача реплик с начала фильма. Я буду говорить слова, пока слова не закончатся, и тогда слова перестанут быть словами слова. Странное дело, но у президента персонажи видеоигры управляют персонажами видеоигры. Я передумал быть заложницей, в смысле? Не понял, зачем просто так можешь встать и уйти? Утобно. Кто ты из нас, идиот? Да, они. Мы возвращаемся к Тейлзу и Сонику. Сгода какой-то. Это было очень важно. Обратно к видеоиграм. Залетает одна из машин работника, и они сами запрыгивают внутрь. Зачем? Ты что, там растекся? Да ей пофиг на тебя, ты че, чел? Блин, забудь про нее. Goodbye, Сара. Просто хочу убедиться. Мы ведь сейчас обдолбаны, верно? Нет, вообще ни в одном глазу. Соник и Тейлз попадают в силу. Ветер и терпят крушение. Ой, господи. Они преодолевают ловушки и освобождают... Прямо как в игре, да? ...животных из роботов, прямо как в игре, и не просто расчленяют их. Будем считать, что они были очень плохими. По пути в Роботрополис им встречаются отголоски прошлого, а значит, что действие ежа Соника разворачивается в нашем будущем. Это че, просто апокалипсис какой-то? Ну, наконец-то! Такого кроссовера с временем приключений мы не ожидали, и лучше бы его и не было. Почему именно время приключений? Я просто не смотрел, не знаю. Хе-хе, Тейлз вечно ведёт себя, как ребёнок при виде молнии. Но он не ребёнок. Вроде бы... Это типа, когда ребёнок говорит, что я взрослый. Здесь, видимо, то же самое, да? Металработник? Металсоник же, разве? А, нифига себе, даже есть металработник. Какого хрена я первый раз такого вижу? Ну, давай ещё посмейся раз. Ну, меня это веселит. Сделай так ещё раз. В этой шутке очень много уровней. Вы... Только это и делаете. Соник играл в игры про Соника. Да. Кстати, какой бред. У него возникают ракетные ранницы и... Крылья. Зачем, если ранец есть? И он пытается не так... А, может, ты умеете, просто когда вот-вот утонете, играет вызывающая тревога музыка. Было бы странно, если бы это в аниме он сказал. Мои ягодицы до сих пор сжимаются, стоит мне её услышать. Да, согласен. Блин, даже музыки никакой нет, хотя бы любой мелодии. Так, мне показалось, или пулю вылетает у него иззади. Да, я, кстати, тоже об этом подумал. Что за бред? Должно быть, он съел в таком поле что-то дьявольское. Да, по-моему, да. Нет, Муцилл. Вы, Ничель, будете срать пулями. Ха-ха-ха, можно не надо. Ещё он выпускает ракеты, чтобы полностью уничтожить Соника. Так. По-моему, он полностью уничтожил город. Так легко? В конце Акеры взрыв и то был скромнее. Он бы стал синий клякся, если бы просто оказался поблизости. Но он как бы близкий. Ой, тьфу, близкий. Быстрый, поэтому он убежит просто из эпицентра и всё нормально будет. Соник поживает, потому что причины и наклади... Потому что это Соник. Откуда здесь накладился? Данди приходит на помощь. Наклади? Какие-то странные голоса у них вообще не подходят. Какой кошмар! Мой нерождённый ребёнок! Как тяжёлая судьба робота! Работник прибывает с Сарой и заявляет, что Сонику рано радоваться. Пострашнее? По-моему, Метал Соник вдова раз меньше, чем Метал Роботник. Натиск! Что значит хуже Метал Роботника? А зачем его бить-то надо было за это? Я не понимаю. Что? Он как бы с тобой был, он ничего не делал. Мой Соник это ёж или эфемизм? Так или иначе, мне очень не по себе. Типа, эфемизм, не понял. Мой Соник, что? Это где сны, что ли, написано? Или чё, не понимаю? Не понимаю вообще, ладно. Так, какая только темень была, жесть. Соник, Тейлз и Наклз достигают Роботрополиса, где... Вот это город, конечно. А там люди живут или только роботы? Да, 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 блин, постоянно эта фигня у него. У него фетиш какой-то, видимо, он очень любит свое лицо. Серьезно, это никак не мешает функциональности? Я хочу свое лицо на той машине. Мы его нарисуем? Нет, мои усы должны быть шестернями, а глаза измерительными приборами. Но это снизит эффективность, Синьёж запросто её уничтожит. Зло должно выглядеть красиво. Это некрасиво, чувак, это отвратительно. Одну вы лицу компании. И компания в моё лицо. Поставил себе компанию вместо головы. Они встречают Металсоника, который скопировал способности Соника, пока тот был внутри машины. Металсоник, замечу, выглядит достаточно устрашающе. Ну да, согласен, он гипой. Хотя у него дизайн Марсианина Марвина в стиле Евангелиона. Я не смотрел его. Твоя планета заслоняет Венеру и будет уничтожена. Разве не прелестно? Но появляется Работник и Сара. Так. Ты что, на раку стоит? Эту часть я перемотал. Слишком долгое было. Держи марку, Работник. Серьёзно, ты... Я... Какой-то бред, это какая-то слишком сложная ловушка. А нельзя просто было отправить Металсоника, чтобы он завалил Соника? А зачем ты сделал так, чтобы Соник пришёл за Металсоника? Я не понимаю, фигня какая-то. Соник! В общем, не знаю, зачем он выдумывал Сонику миссии, чтобы его победить, когда он запросто мог уничтожить его с президентом там, где они находились. Ну, не запросто, конечно, но, по крайней мере, я мог бы попробовать. Это какой-то бред. Слишком сложный какой-то план у него был. Но... Теперь Металсоник нападает. Ну, хотя, может быть, типа, для того, чтобы Металсоник как раз-таки скопировал его способности, но в любом случае это бред. Он умеет превращаться в музыкальные клипы 80-х. Ну, и не выстоять против Take On Me. Робот изобразил робота. Это Мехомета. Что? Типа мета-ирония? Или что? Я не понимаю. Мехомета. Это прямо в мультике, вот это говно было? Я же не ученый! Я не понимаю этих технических обозначений! Я тоже. Он как будто смеется и плачет одновременно. Вот это стоп-кадр. У работника есть режим сатанинского... Погодите, меня так... Эгморой? Типа геморой? Ты зовут Эгманом? На, не важно, родители поймут. У Металсоника также есть планы на оставшихся друзей Соника. Капец. Я не Соник, я терминал. Не выжили даже совята. Итак, работник начинает... Эмм... Вторую атаку на президентский дворец. А чё, город летает? Прикольно. Но осталось четверть фильма. Почему бы не озвучить мысли персонажа даже не вторичного, а четверичного? Но похоже, Металсоник не расправился с филином, а превратил его в болезненное напоминание о временах, когда мультфильм был сделан. А в чём прикол, я не понял. В смысле? Он же его... Прям шёл на него, хотел, чтобы его грохнуть. Почему он просто переоделся? Чё? Может быть, он это, как модный приговор? Ну да, это был модный приговор, какого хрена. Мне вдруг захотелось сока каприса, прыгну с парашютом и отличный бургер. Кто со мной? И поскольку лучшего момента нет. Ну я и буду последним. Потому что я всех остальных грохнул. На земле. Без разницы, все знают, что я дал тебе платье, потому что это аниме, уже третий акт, и давно пора заглянуть тебе под юбку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Дааа, даже в Сонике есть этот... Как же эта штука называется? Это фан-сервис, да? Что? Зачем вот эта штука? Как будто это какие-то пауэрэнджеры. То есть даже облако дыба выглядит, как его лицо. Все продумал, везде. Да, она приживает именно за то, чтобы не увидели ее трусиков. Да. Как будто он виноват, ну. Ну, не буду изображать потрясение, просто покажу это. Советы? Во. Так. Спасибо. Кэп. Ну, Соник и Метал Соник продолжают драку. Я вообще не понимаю, зачем он Филина переодел. У него какой-то фетиш, что ли, или что? Что он кому-то... Метал Соник продолжает драку. Магму? Какую магму? Она ко всем вообще пристает, блин, я смотрю, да? Ну, конечно, она вообще мразотая. Я не знаю, она меня бесит. А согласишься за Сара Снек? А-а-а-а? Почему мы не замерзли до смерти? Кто пытается помочь Сонику, и она садится ему на... Лайк Лайк Ты чё? Какого чёрта, Япония, ты не даёшь детям шанса на нормальную сексуальную жизнь? Душа Они вырубают MetalSonic, а сейчас президент создаёт новые проблемы Мне кажется, президент в этом эксперты Жиза Пронечить президента, а MetalSonic поднимается и продолжает бой Палец вниз! В Японии это означает... Что? Палец вниз! Президента спасает, и Соник поджаривает металлического гадок. Да... А это чё это такое? Как будто бы третий эпизод Звёздных войн, правда, Соник вышел гораздо раньше. Да-да-да-да-да-да-да, у меня такие же были мысли. Чел, он тебя убить хотел, а какого хрена ты за него переживаешь? Я... не осознавал, что я его любил. Не понимаю! Ну, мы не узнали ни черта полезного. Нет. Потому что вся суть именно в этом. Подавленная сексуальная агрессия. Попробуйте оспорить, если сможете. Это какая-то дичь, серьёзно. Я думал, там будет что-то вменяемое, но нет, это... Ха-ха-ха! Это жесть! Чисто поржать! Офигеть! Какая... фигня. Да, я бы не заявлял об этом с такой гордостью. Я бы сделал так. СОНИК! Потому что, ворота, это было странно! Это было очень странно! Анимация смотрится приятно, как и фоны, но история переусложнена, и персонажи то ли не раскрыли, то ли слишком полагались на то, что мы уже знаем, кто они такие. Наверное. Я не могу слишком уж на него сердиться, потому что он выглядит как то, чем и является, то есть огромная реклама. Он не невыносимо раздражающий, тут нет ничего оскорбительного... почти. Но он кажется пустым и бессмысленным. Некоторым детям он может понравиться. Я не знаю, что мне вообще нет никакого желания его смотреть. Но сам и быстро льешь в мире. Заслуживает нечто куда более интересного и крутого. Согласен. Обувайте кроссовки для бега и уноситесь от него как можно быстрее. Или цитирую советы Соника. Я настальнирующий критик, и я помню то, что вам не обязательно. Пока. Спасибо. Блин, видос просто шикарный получился. Как обычно, ностальгирующий критик поднял настроение. Потому что, ну как бы, я ожидал много чего, но не такого трэша. И критик прям всё разложил, можно сказать, разложил по полочкам. Пошутил в своей манере. Короче, офигенный видосян. Огромное спасибо критику за контент. Огромное спасибо Джоши за переводы. Гетсби за то, что он попросил грянуть это видосян. Если вам понравилась реакция, друзья, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бобенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.